Доброго здоровьица! У меня возвышенное настроение, которое передается через экран вам. Так что внимайте, петь я не буду, но немножечко покручу. Услышим космические звуки, очищающие пространство. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне, я это знаю, чудесной, дивной красоты. Оно снова существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится. Его я вспомнил, произнес, и чудо дивное случилось. Свет счастья брызнул из меня, и время юности явилось. Теперь живу, люблю, творю, а слово тайное храню. Красота! Итак, вернемся к нашим вопросам, пояснениям, ответам и прочее. Вот такое письмо. Петрович, здравствуйте. Состояние не очень. Стало болеть и поджелудочно со стороны спины. Съела с утра черный тмин, пью ромашку и ем рисовую кашу со сливочным маслом. Внутри как-то все болит. Как вы думаете, можно попробовать укропный или льняной квас? Зачем он вам нужен? Укропный тем более. Укропный. Ну, льняной квас он еще, насколько я понимаю, слизь имеет. А зачем укропный, чтобы там, что там, забор лило или что там такое? Его настаивают на обычной воде в течение 24 часов с уложением. Ага. Я говорю, не надо ничего. Ешьте каши, пейте черный чай. И если в животе пучи, черный тмин, зернышек 10, ну 15, чтобы там все это так сказать. Кстати, это все пошло после того, человек после чистки печени, жареных семечек съел в изобилии. Значит, я дал рекомендации такие. Вот. Дальше пишут. Три дня побыла на кашах. То есть, каши как раз они все, знаете, усмиряют, успокаивают, нормально работают. Желудочно-кишечный тракт, пила черный чай, да, чтобы вот это все не это. Полегчало немного? Полегчало. Полегчало. Не сразу, но, как говорится, полегчало. Рекомендации работают. Далее поехала к родителям, не удержалась и съела немного ягод, совсем немного, несколько штучек. К вечеру опять боли, потом пробовала и тушеную капусту, но вернулась на каши. Вот когда у вас произошел какой-то сбой, а до этого вы не блистали крепким здоровьем, вам надо поостереться более основательно, чтобы все это, так сказать, пришло в норму, заработало нормально. А когда то семечек съедим там в охотку, знаете, то съедим ягод. Уже идет, наверное, пятый день, на кашах не болит. На кашах не болит. Ну вот и продолжайте каши есть. Но я уже боюсь пробовать что-то другое. И не надо пробовать что-то другое. Попитайтесь кашами, тушеными овощами, чаями травяными попейте, чтобы все это у вас нормально. А потом, потом, почувствовав, что все у вас нормализовалось, можно что-то попробовать. Если попробую болеть желчной и поджелудочной, ем только каши. Ну, видите, нормально, каши. Как, как я, каши и все, отлично работает. Подскажите, пожалуйста, что дальше делать? Почему не проходит с уважением Наталья? Я пишу. Еще недельку так питайтесь. Мы все спешим. Организм не спешит. Организма своя жизнь. Через недельку напишите. Далее пишет. Прошло две недели со второй чистки печени. Боли в правом подреберье и в поджелудочной не проходили. Я начал пить панкреатин и желчеотделительный урослив. Полегчало стало есть понемногу тушеные овощи и цевулинок и так далее. Потом опять начало колоть в желчном или печени. Каши, я же вам говорил, каши, каши, каши. Каши есть, каши. Нет, вот что-то начинает такое выдумывать. Вот это мы там сделаем так, сяк и так далее. Но, а что ж на самом деле? Давайте дальше читать. Если помните, у меня после первой очистки печени спустя две недели начали выходить глисты. После литра чая лопух плюс подорожник плюс одуванчик. Вы говорили, что пока оно там отомрет. Поэтому они сразу выходят. Болело внутри. То есть, если это все там, они же прососались, потом отмерли. Потом, грубо говоря, отцепляются, разлагаются. И все же, это же процесс, который дает интоксикацию. Может сейчас похоже. Не может что-то выйти и болит. Не может что-то выйти и болит. Вот когда не может что-то выйти и болит, что надо сделать? Ну-ка, подумайте. А я вам подскажу. Надо сделать хорошее солевое, слабительное. Да, в аптеках продается. Чтобы она как долоп все выгнала. Как с пробки. Так, привкус во рту непонятный. У меня такое было еще после трочатки. А через три дня начали выходить глисты. Потом привкус прошел. О, то есть вот наши чувства, в том числе вкусовые, показывают, что у нас там происходит в организме. Что там, что-то отмирает, что-то там выходит. Что вы прислушаетесь к нему. Со столом плохо. Позывы есть, но не получается. Не получается. Так, сегодня делал локализму. Вес уже 47 килограмм. Человек боится, что вот вес маленький. Вот, 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 вот. А он и будет маленький до тех пор, пока не произойдет нормализация. Вот как только она произойдет, нормализация, человек поправится до своих, ну, как бы сказать, до своей нормы. Вот у меня 105 килограммчиков. Я поправился, ничего не делая для этого. Не наедая, не сбрасывая. Было больше. Стало вот так, как стало. Внешний вид не очень. Ну, вот, вот, внешний вид не очень и так далее. Вот мы как-то обращаем внимание на внешний вид. А вот чтобы здоровье было. Вот на это как-то не особо. А за здоровьем и внешний вид-то станет. Подскажите, пожалуйста, что мне делать со всем этим? Что происходит? То есть человек не знает, что происходит. И надо, и надо разобраться с этим. Да? Забыла сказать, что очень неприятно пахнет. Такое ощущение, будто токсины выходят. То есть организм сам подсказывает. Токсины выходят, ничего не работает. Все, все, как бы сказать. Организм сосредоточился на выведении токсинов. И поэтому ему ни, ни, ни до нормального стула, ни до внешнего вида. Ни еще до чего-то. Что я говорю? И вот тут важно понимать, что я говорю. И что надо делать. Примите слабительно. А после, как она подействует, сделайте очистительную клизму. Сделайте один раз и напишите, сработало ли слабительно. И что потом было в ухлызме. Ухлызме что было. Что вы знаете, так у вас пролезло хорошенько. А клизмы вы там убрали. Чтобы вот это вот, грубо говоря, что-то застоялось, гниет и создает токсическое вот это разложение. Чтобы все вышло. Пишет. У меня из трав только сено подойдет. Нет, сено не подойдет. Здесь должно быть мощное солевое слабительно. Но еще бессмертник, как желчегон. Не то, не то. Ну слушайте вы. Ай-яй-яй-яй-яй. Пишу, слабительно должно быть солевым. И вот, наконец-таки, 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 пришло две фотки. Я вам выложу тут длиннючий разлагающийся глист. Наверное, это самка Аскариды. Двадцать пять сантиметров. Ну, еще с клочочком. С клочочком. Далее. Петрович, здравствуйте. Сегодня только увидела ваш атлет. А вчера выпила отвар сена плюс кора крушины. Ну, сена, ну, сработало. По полчайной ложки на стакане смогла терпеть больше. Сегодня был стул самостоятельный. Считай, как обычно, по количеству. И вот, что в нем было фото. Вот это фото. Листы старые, разложившиеся, обрывки. Еще что-то похожее, как камешки из печени. Тоже уже совсем мягкие. Вот это все осталось там. Это же надо все вовремя удалять. Вот есть вот эти очистительные процедуры. Одно из них не клизма, а слабительное. Чтоб как раз вас пронесло хорошенько. Чтоб, грубо говоря, клизма очищает кишечник толстый. Слабительное же очищает у вас, начиная, грубо говоря, от желчевыводящих протоков, куда они выходят. То есть, грубо говоря, от двенадцатиперстной кишки. И пошло дальше до ануса. А рвота очищается от рта до желудка включительно. То есть, вот этими вещами вы должны манипулировать. Ну, есть потения еще. Так, при самой чистке тогда не было камней. Только совсем чуть-чуть, как в шину. Может, они не довыше ли болеть еще из-за чего-то. Покалывание в печени. Естественно, раз это все осталось, то все это так и будет. А после того, как это все выйдет, нормализуется. Вот такая была рекомендация. Значит, солевое слабительное, потом, после него, как оно сработало, все это вышло. Вы еще сделаете очистительную клизму. То, что не довышло, вы уберете. А далее, чтобы все это нормализовать, рисовая каша. Рисовая каша. И все так более-менее нормализуется. И не надо срываться на какие-то такие, знаете, виды пищи, которые вроде для вкуса там и приятны, там типа семечек. Но они не могут перевариться в вашем ослабленном организме. И, допустим, ягоды. Так что не идите ерунду, а учитесь разбираться, что происходит с вашим организмом. И вовремя ему помогайте. Вот что я хотел бы вам сказать. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.